Продолжаем выпуск. Фильм-притча «Экспресс» вышел в прокат. Авантюрная драма стала победителем смотра окно в Европу. В кинотеатре Чарли состоялся закрытый показ. На него пришли все те, кто с самого начала участвовал в создании фильма его поклонников. А в нашей республике их много, так как картина была снята в Карачао-Черкесии. Об истории фильма, его героев и впечатлениях расскажет Альбина Ламкова. Кино будет, должно и уже имеет успех. К слову сказать, это кино уже съездило на фестиваль. Фестиваль называется «Окно в Европу» и получило три премии. Полнометражный «Экспресс» не боится реальности. Кино, в котором можно наблюдать сказочную природу Кавказа. Идея тоже любопытна. Она не новая, но преподнесена необычно. Обрастая по ходу сюжета интересными деталями. В фильме рассказывают весьма эмоциональную историю одного маленького городка с колоритным бытом. Где простые виды панельных домов на фоне величавых гор. В нем местные ребята мечтают о хорошей жизни. Путь у каждого свой. Главный герой фильма Саша Сасланов по кличке Сос вместо учебы хочет легкой жизни, но рискованной. Он делает ставку в букмекерской конторе и попадает в жесткую жирнову приключений. Автор идеи, конечно же, не забывает и про юмор. Но он не всегда вызывает улыбку. Надо сказать, что это первая роль молодого актера. Несмотря на это, он был уверен в успехе картины. Об этом он рассказывает еще в процессе съемки фильма. А еще Саша признался, что играл сам себя. Мне ничего, наверное, для этой роли не нужно было придумывать сверх себя самого. То есть, то, что называется «я в прилагаемых обстоятельствах». То есть, отходить от себя было бы бессмысленно. Наоборот, и режиссеру, и истории, видимо, нужен я как человек. Режиссер фильма Руслан Братов, к сожалению, не смог приехать на предпремьерный показ, рассказал Тимур Багов. К сожалению, не приехал. И мы решили, он хотел такое, какое-то воодушевленное слово сказать, веселое. Но в связи с сложившейся ситуацией в нашем прекрасном государстве, мы решили, что мы запустим сейчас фильм без его слова. Потому что, ну, сегодня много мальчишек наших поехало. Мы за них болеем. Съемки проходили в Черкесске, Карачаевске и Тиберде. Во многих эпизодах принимали участие жители нашей республики. К съемочной работе все подошли серьезно, вспоминая Тимур Багов. Когда уже мы начали съемочный процесс, наши телефоны начали рваться на части, потому что люди действительно увидели, что кино снимается. Но вообще, в общем и целом, это незабываемый опыт. Это незабываемый опыт первой картины для меня именно в родных землях. Я думаю, что это большой шаг к возрождению кинематографа на Северном Кавказе. Потому что в свое время на Северном Кавказе были очень сильные кинослуги. Фильм потрясающий. Я очень рада, что такие большие проекты реализуют именно на нашей территории. У нас самая лучшая природа, самые лучшие люди. Я очень надеюсь на то, что это не последний такой проект в нашем регионе. Мне очень понравилась игра актеров. И очень приятно было видеть своих земляков на экране. Составить свое впечатление о кинокартине «Экспресс» можно всем желающим. Он уже вышел в прокат для широкой публики. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.